Ну, здравствуйте! Меня зовут Ира Ливанчук. Я живу в деревне уже целый год. Сегодня 3 мая, а 1 мая исполнился год, как мы переехали в наше село. Мы приехали с мужем ночью. У нас была полная машина всего-всего, что у нас осталось. В основном рассада была для огорода. Я вырастила ее в Новокузнецке. Вот. И мы, конечно, даже выгружать ничего не стали. А утром 1 мая проснулись, вышли, сказали здравствуйте. Мы ваши новые жители, соседям. К нам, кстати, соседи пришли, сразу знакомиться с гостинцами. Какие-то пакеты с чем-то, угощения какие-то. Так было приятно. У нас очень хорошие соседи. Повезло. Вот. Ну вот, я хотела сегодня бы порассуждать, как прошел год. Нравится мне, не нравится. Какие выводы я сделала. Пожалела ли я о чем-то. Нет. Ну, скажу сразу, я абсолютно ни о чем не жалею. Я очень долго об этом мечтала. И я до сих пор не верю в то, что моя мечта сбылась. Что со мной это случилось. Что я могу наслаждаться этими огромными метрами, недостроенными нашего дома. Что мы жили в Новокузнецке, в двушке, проходная комната, 44 квадрата. Втроем, а иногда даже вчетвером. Поэтому, конечно, вот это вот счастье, свобода, воздух, своя земля. Я до сих пор в это не верю. И я чувствую, что я буду еще долго-долго быть счастлива. Может быть, до конца даже. Не знаю даже, как сказать. Я знаю, что я не разочаруюсь. Потому что я смотрю на каналах видео. Люди возвращаются. Из деревни возвращаются в город. Я, честно говоря, вот так удивлялась всегда, почему люди возвращаются. Ведь это рай просто. В деревне жить это просто рай. Но потом подумала, что, наверное, может быть, не у всех так хорошо, как у нас. Может быть, нет удобств в доме. Это важно. Представляете, зимой топить. Даже если просто бы у нас было водяное отопление и котел, это было бы очень тяжело. Может быть, соседи плохие. Это важно очень. Ну, много-много всего. Может быть, люди вообще просто в принципе это не их. Не то совсем. А я девушка деревенская. И я, конечно, мечтала об этом. И мне все это очень нравится. Я тут, чем я занимаюсь, всякая рассада, ковыряю, сажаю. И все это мне-то нравится. Я не считаю, что это работа. Ухаживаю за животными. У меня даже муж иногда утром, в выходной день, говорит, ну, я пойду накормлю. А я и не хочу. Я по ним уже скучаю. По своей козе скучаю. По своим курам скучаю. Он думает, что я, может быть, ну, что не доверяю ему, что он что-то не так сделает. Иногда даже обижается, что он, ну, корми сама. Но я правда, честно, я по ним скучаю. Я должна сходить утром, всех попроведовать, со всеми поговорить. И мне это очень нравится. Позаботиться о них. Ну, это вот мое. Единственное, что, конечно, за этот год я обленилась совершенно. Потому что я не работаю. Я занимаюсь только домом. И мне, конечно, это безумно нравится. Готовить, стирать. Но, честно говоря, уборкой я не очень занимаюсь. Потому что у меня есть отмазка очень хорошая. Потому что у нас недостроено. А что убирать-то? Раз недостроено все. Коробки не разобранные, там, мешки. Что убирать-то? Вот, кстати, я вот это убирать не очень-то и люблю. А все остальное готовить, заботиться о животных. Вот на огороде все делать. Это я очень люблю. А дома убирать не очень люблю. Ну, конечно, где живем, там мы убираем. А вот здесь, вот на втором этаже, тут недоделанное. И вот это все. Ну, это вот обленилась я, конечно. Это я, да. Это большой минус в этом. Я просто наслаждаюсь жизнью, мне кажется, и все. Я просто балдею. Мне все нравится. Понимаете? Насчет финансов я сниму отдельное видео. На что жить в деревне? Отдельно сниму, потому что у меня пока только планы. Денег нет, они закончились. Строить на что-то нужно. А на что? У меня только планы в голове. Но я думаю, что... Я не то, что думаю, даже я совершенно точно знаю, что они сбудутся. Потому что у меня в жизни не бывает такого, что я задумала что-то, и у меня не сбылось. У меня такого не бывает. Я вот перелопатила все в голове, и я не могу... Нет, у меня. У меня даже то, что... Даже, может быть, от меня не зависит. У меня все равно сбывается. Потому что самая большая моя последняя мечта, это я очень хотела внуков. Казалось бы, от меня это мало зависит. От меня это зависело так, что я в тюрьме ходила, дочки и капала. Мне надо внуков, мне надо внуков, мне надо внуков. Вот только вот так вот от меня зависело. Но это же не значит, что она послушалась меня и родила мне внука. Это же она не за этого мне родила внука. Сама захотела. Но все равно сбылось, понимаете? Очень хотела. Очень безумно хотела. Вот. И не скажу. Понимаете? Вроде бы, если посмотреть утро, обед, вечер, ночь, утро, обед... Вроде бы кажется, что... Одно и то же. Вроде бы кажется, что день сурка. Но я никогда бы не сказала, что моя жизнь похожа на день сурка. Абсолютно нет. Может быть, я мало еще живу в деревне. Может быть, грозит мне-то в будущем. Но я не думаю, что так будет. Потому что я каждый день удивляюсь. Я каждый день прихожу к своим растениям. То они у меня заболеют. Я их начинаю лечить. То они у меня начинают радовать так, что... Ну, вот просто восторг сплошной. Понимаете? Каждый день удивление. Кроме того, несмотря на наши временные финансовые трудности, все равно у меня продолжает что-то двигаться. Например, мы вот за зиму сделали практически лестницу. Осталось вот совсем-совсем немножко. Представьте, лестницу сделать на второй этаж. Ну, и не совсем такую плохую, невременную какую-то. Приличную, нормальную лестницу сделали. Как-то все равно же... Это же нужно даже не просто даже деньги. Это просто нужно продумать, придумать, сопоставить, померить, измерить. Потому что, кажется, такой у нас огромный холл на первом этаже, но у нас все время не входила лестница. Как-то надо было повороты. Не повороты. Я не хочу никакие повороты. Я хочу максимально, чтобы было все просто. Я хотела вообще одномаршевую лестницу. Честно говоря, в доме хотела бы одномаршевую. Вдоль стены. Но не получилось, конечно. Конечно, к сожалению. А я бы хотела очень одномаршевую. Получилась двухмаршевая. Но все равно это не какие-нибудь завороты. Вот это я вообще не люблю. Мне надо просто-просто и еще проще. Вот так я люблю. Мне кажется, что это красиво. Вот. Ну, вот это простройку немножко добавила. А то... Что... Самое главное, наверное... Самое главное, что здесь? Сказать. За год произошло. Что самое главное? Самое главное, я еще больше полюбила это место. Ну... Не разочаровалась абсолютно. Вот абсолютно не разочаровалась. У меня даже муж, даже Вадим, иногда я что-то начинаю пыхтеть. Что-то там чем-то недовольна или что-то. Он говорит, Ир, ну что ты пыхтишь? Представляешь, ты живешь в своем собственном огромном доме. И что чем-то еще недовольна? Я сразу понимаю, да, действительно, это огромное счастье. Ну вот, просто это такая свобода, такой простор. Я до сих пор не верю в это счастье. Несмотря на недострой, еще повторю. Вот. Ну... Очень много забот. Очень-очень много трудностей. Ну, вот, какие трудности. Например, зимой, когда маме было очень плохо, в январе месяце, мы дважды вызывали скорую. Один раз просто ей, а второй раз и мне было очень плохо. Вадим был в командировке. И нужно было вот просто маму... Просто встретить скорую эту. А у нас дороги гонечищены. Потому что, конечно, чистят дороги. Слава тебе, Господи. Чистят прямо до крыльца мне. Хотя, как бы, основную дорогу. А мне еще до крыльца тут метров сорок, наверное. И вот чистят. Бульдозер едет прямо до крыльца и чистит снег. Я удивилась. Спасибо им огромное за это. Но, представляете, сегодня почистили. А вечером уже замело. У нас вот так. У нас вот место такое, конечно, очень сильные ветра. И задувает. И как раз в это время, как раз я вызывала скорую. И мне пришлось встречать, не знаю, куда идти. А там по дороге собаки. И вот эта вот трудность, которая, конечно, немножечко, немножечко мне вот как-то... Все-таки какие я сделала выводы. Я ни о чем не жалею. Мне все очень нравится. Я пока не решила проблему, конечно, с финансами. Но я сейчас все-таки так вот сказала, что я как пенсионерка, типа, живу. Занимаюсь своим любимым делом. В огороде копаюсь там все ля-ля-ля. Хозяйством. Домохозяйством. Вот. На самом деле я работаю. Удаленно в своей любимой пчеловодческой компании. Но сразу скажу. Работаю не так, как мне хотелось бы эффективно. Потому что раньше, конечно, я пахала, как раб на галерах. Владимир Владимирович говорит. Вот. И поэтому, соответственно, у меня и были деньги. А сейчас я работаю малоэффективно. Поэтому, соответственно, я зарабатываю сейчас немного. Но обещаю, что буду работать дальше. Потому что мне это очень нравится. Мне моя работа очень нравится. Я могу потом подальше тоже снять видео об этом. И сниму это 100%. Расскажу. Вот. Ну, а что я могу посоветовать людям, которые хотят ехать в деревню жить? Если есть желание, если вы очень-очень этого хотите, то надо ехать. Вот и все. Что же? Ну, а что же? Наступать на горло своей мечте, что ли? Конечно, нет. Этого я никогда не посоветую. Если вам этого очень хочется, надо делать. Надо ехать. Не бояться трудностей. Потому что мы, представляете, мы 1 мая переехали сюда. Я могу сейчас поставить какую-нибудь картинку. Вот. Сейчас поставлю. Что было в доме? Мы переехали 1 мая, жили в вагончике. А у нас больше жилья никакого не было. Все. Кроме этого вагончика. Потому что там квартиру мы продали в Новокузнецке. Здесь дом не достроен. У нас был вагончик 2,5 на 6 метров. Все. Мы жили в вагончике 1 мая. И здесь вообще вот просто сибит сложенный был. Пол, крыша не доделан до сих пор. Вот. И у нас мама жила здесь в Новосибирске у внучки своей, у моей племяшки. Маме 83 года сейчас. Было 82 в прошлом году. И она говорит, заберите меня, заберите. Я говорю, мама, куда в вагончик? Ну вот поживи. Нет, нет, заберите. Я хочу уже с вами там все такое. Хотя, конечно, у Иры ей было очень хорошо. Ира, спасибо, что ты заботилась о моей маме. Огромное. Мы, конечно, навещали. Но вот она захотела к нам. И представляете, хорошо там перегородка у нас в вагончике в этом есть. И 20 мая она все-таки приехала. Ну, вернее, мы ее привезли, потому что она очень этого хотела и просилась. И 20 мая, помню, даже мороз был минус 6 градусов. Вот мы как-то там пережили этот мороз на каких-то обогревателях. Вот. И все. И мы жили в вагончике до 1 сентября. Больше скажу. К нам в это время приезжали гости. Очень мои любимые, мои долгожданные. Моя подруга из Питера. Моя подруга из Томска. И мы принимали как-то достойно. Как-то для них старались. Вот, например, подруга едет из Питера. Мы быстрее, быстрее, быстрее. Что-то одну, какую-то комнату, пол сделали. Каким-то лаком. Все, все, все. Все, чтобы было, какую-то кровать поставили. И вот так вот мы как-то принимали гостей. Я не думаю, что они на меня обижаются. Что-то так, может быть, не очень там приняли. А сами жили в вагончике все-таки. И вот 1 сентября, к 1 сентября нам сделали отопление. Воду сделали раньше, а к 1 сентября сделали отопление. И все. Крылечко. И 1 сентября мы заехали в дом без отделки. Благополучно перезимовали. Как-то было прохладно, но не холодно, не мерзли. Хотя морозы, сами знаете, какие были. В ноябре у нас морозы были минус 30, минус 37 или 40. В нашей деревне вообще было где-то минус 40, наверное, вот так. В ноябре очень такие морозы. Я очень переживала за свои растения. Но, кстати говоря, земляника немножко померзла, чуть-чуть. А остальное все сохранилось, больше подавилось снегом. Потому что снега было тоже 2,5 метра у нас так намело. Не у всех так много было, но у нас намело было очень много снега. Вот так. Ну, зима суровая. Мы подумали даже, что всегда так бывает. Первый раз же зимовали. Ну и все равно. Ну ничего. А нам сказали, ой, вам не повезло, была такая сложная зима, трудная, холодная, мило, снега столько было. Но даже, оказывается, вон и трудная была. И все равно мы как бы не испугались, не разочаровались. Вот так. Поэтому, если очень хотите жить в деревне так, как хотела этого я, то, конечно, езжайте, и все будет хорошо. И заводите себе животных. Например, ведь я, если бы мне рассказали раньше, что я буду так любить животных, я бы ни за что не поверила, что я заведу себе кота, и буду просто, ну просто вот, буду счастлива, что у меня есть такой кот. Это я бы посмеялась над всеми. Я бы сказала, вы что, ку-ку? Потому что, ну, не любила я вот животных. С дочкой все время спорили, не любила я как-то. А сейчас очень люблю, очень люблю и кота, и козун, и петуха, и кур. Кто у меня еще? Пока больше никого нету. В этом году летом обязательно будут пчелы и семьи. Сначала одна, потом вторая. Вот. Будут еще цыплята. Не знаю, как. Или выведет курица какая-нибудь нам их, или куплю, но будут цыплята обязательно. Ну, естественно, будет козленок. Не знаю тоже сколько, потому что в ютубе мне сказали, что будет два или три. А ветеринарша приехала и сказала, что будет один. Но один это тоже очень хорошо. Вот. В общем, я довольна. И хотелось бы сказать спасибо большое моим близким, которые, может быть, не так мечтали, как я, о том, чтобы жить в деревне. А им пришлось со мной ехать, моей маме, моему мужу. И спасибо, что они разделяют со мной эту деревенскую жизнь. Потому что мне это одно, зачем это надо, да? Вот. В общем, все хорошо. Я очень рада. А дальше все будет еще лучше и лучше. Я думаю, так. Будет больше радости. Больше удивлений всяческих. Итак, кто тоже хочет переехать в деревню и быть таким же счастливым, как и я, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь с друзьями и приходите почаще в гости. Пока-пока. Продолжение следует...